Окси, как мы называем людей, которые подписаны на ВВХ? Бро! А тех, кто не подписан? Не бро. Все ссылки в описании. Крис Джерика. Один из самых крутых рестлеров за всю историю. Человек, который и по сей день показывает отличные матчи и зачитывает огненные промо. Мы все привыкли чантить в Айту Джей, когда Крис на ринге. Но я думаю, далеко не все знают, что означает это Айту Джей. С вами Джеки и сегодня мы разберемся в этом вопросе. Погнали! Для начала давайте вспомним, как дебютировал Крис Джерика в WWF. Но точнее, что предшествовало этому. За месяц до дебюта на еженедельниках стали появляться ролики с обратным отсчетом, который обозначал прибытие нового тысячелетия. Такая идея пришла в голову к Джерика, когда он зашел на почту и увидел, что часы на стене идут задом наперед. Надпись под часами гласила «Отсчет до нового тысячелетия». А теперь давайте разберемся, что такое проблема Y2K. В этой аббревиатуре Y это year, то бишь год, 2 это 2, а K означает тысячелетие. Вот и получается проблема второго тысячелетия. Суть этой проблемы заключалась в том, что разработчики программного обеспечения, выпущенного в 20 веке, иногда использовали два знака для представления года в датах. Например, 1 января 1961 года в таких программах представлялось как 01-01-61. Некоторые вычислительные машины имели уже аппаратную обработку даты, однако там было всего два десятичных знака. При наступлении 1 января 2000 года, при двузначном представлении года после 99 наступал нулевой год, что интерпретировалось многими старыми программами как 1900 год. А это, в свою очередь, могло привести к серьезным сбоям в работе критических приложений, например, систем управления технологическими процессами и финансовых программах. Википедия, большое спасибо тебе за помощь. Короче говоря, если в двух словах, то разработчики решили не писать в датах 19, а сразу писали два последних числа. В те времена это сильно снижало нагрузку на комп. Ну, по крайней мере, так утверждается. И в итоге, с наступлением 2000 года, все компы могли подумать, что они вернулись в прошлое, в 1900 год. При первой встрече Джеррика с Винсом Макменом, первый как раз хотел сыграть на тогдашней очень популярной теме для обсуждения. Он хотел назвать свой коронный прием проблемой Y2J, адаптировав аббревиатуру под свои инициалы. Однако Винс сказал, что так будет называться сам Крис Джеррика. «Это будет твоим прозвищем!» Закричал в своем кабинете Винс, и на этом поставилась жирная точка. Впервые термин Y2J прозвучал во время знаменитого дебютного промо Криса 9 августа 1999 года. Этот дебют до сих пор считается самым лучшим в истории компании. Тогда Крис прервал самого Рока, что было синонимом попадания в мейн-эвент. Впрочем, это уже совсем другая история. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Жду от вас царского лайка и подписку на царский паблик ВВХ. Если кто не знает, то там происходит моя основная деятельность – комментирование олдскульного рестлинга. Там, кстати, совсем скоро произойдет то, о чем мы сегодня говорили. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Еще услышимся! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова